Диалог начался с цифр. В этом году у Бобруйска спасатели 146 раз выезжали на оказание различной помощи населению. 20 человек эвакуировали из горящих квартир и задымленных домов в трех ЧП. Стихия оказалась коварнее и унесла жизни людей. Первый пожар в этом году в районе произошел 13 марта в деревне Слободка. Ужасно горела вот эта веранда. Ужасно горела. Потому что он металлолом сдавал, у него вот эта крыша была накрыта вот так же металлом. Он снял с крыши металл и накрыл линолеумом. Мужчину спасти не удалось. На тот момент спасатели предполагали, что причина произошедшего кроется в образе жизни погибшего. Со слов соседей, он не работал и часто употреблял спиртное. Однако погубила местного жителя Проводка. Сегодня это официальная версия мартовского происшествия. Месяцем ранее в городе три гибели на двух пожарах. Период палов в статистике Бобруйского подразделения отметился минимум пятью выездами за сутки на тушение травы. Не удалось избежать, скажем так, серьезных затрат. Прежде всего, это затраты транспортные, это затраты на топливо, потому что основное количество выездов было связано с тушением травы, тушением растительности. Были у нас ограния леса. Ну, это была территория Бобруйского района. Что касается городских джунглей, почти каждый выезд огнеборцев на тревожный звонок сопровождается задержками во дворах из-за припаркованных у подъездов авто. Еще одно неприятное наблюдение сотрудников – спецтехнику игнорируют пешеходы. Автомобиль тяжелого класса, у нас автоцистерна доходит до 28 тонн. То есть, вы представляете, что на скорости даже 40-50 километров остановить такой автомобиль крайне сложно. Поэтому, когда идет пешеход, он понимает, что он прав, он приходит на «Зебру». Да, юридически он прав, но мы должны понимать, что специально, еще раз повторюсь, автомобиль, он не едет просто, правда, на какой-то прогулку. Он едет оказать кому-то помощь, кто в этой помощи нуждается. Автомобили, средства пожаротушения и экипировка. Спасатели Бобруйска сегодня укомплектованы в полной мере. Что касается кадрового резерва, имеются вакансии. За зарплату – это в среднем от 1000 рублей – кандидат должен, как минимум, быть физически и психически здоров и без вредных привычек. В частности, никто из офицерского состава Бобруйского ГРУЧС не курит этот табу.